Вот от моей стоянки и от сносимых зданий осталась часть фундаментов и площадка. Всё остальное снесено. Теперь имущество Чеслова Касьяновича осталось лишь на бумаге. По факту здесь школа. Ещё в 2009 году предприниматель открыл на окраине Гродно автостоянку. Привёл в порядок территорию, переданную ему во временную аренду. Установил, как уверяет по просьбе местной власти, добротный каменный забор и административный корпус. Бизнес шёл успешно, но через год стоянку потребовали снести. Предприниматель не согласился. Так и началась история споров и взаимных обвинений, которая длится уже 7 лет. Изначально я согласно строил стоянку и эти здания согласно разрешению горосполкома. Я заказывал проект, проект проходил экспертизу. Для временных зданий и строений не надо ни проект, ни прохождение экспертизы. Не обещали, что дадут в другом месте взамен. Поэтому я спокойно, пускай школа строится, а я ждал. Потом всё это переиграли и принято решение, отказались и пришли и снесли. Бизнесмен обратился в суд, дошёл даже до Верховного и везде нашёл поддержку. Касьяновича в правах восстановили, а решение о сносе признали незаконным. Но до сих пор постановление суда не исполнено. Специалисты поясняют, предприниматель сам виноват. Не указал, каким образом должны быть восстановлены его права. А второй раз по закону обращаться в суд с тем же вопросом уже нельзя. Неоднократно индивидуальный предприниматель Касьянович, Чеслов Числавич и Гродненский городской исполнительный комитет обращались в суд за разъяснением судебного постановления. Однако их требования были признаны необоснованными и в разъяснении судом отказано. Вынесены соответствующие постановления, которые вступили в законную силу и в вышестоящую инстанцию не обжаловались. За семь лет больше десятка исков по забору, по зданию, по земле. В ситуации разбирались даже специалисты администрации президента. И все ведомства, куда обращался предприниматель, сходятся в одном. Власти должны возместить предпринимателю потери. Но какие и в каком объеме, непонятно. Местные чиновники стоят на своем. Все положенное бизнесмену уже вернули. Ему были после демонтажа возвращены материалы, оставшиеся после разбора к строению, которые он частично забрал, в связи с чем считаем, что решение апелляционной инстанции 2012 года по заявлению Касьяновича исполнено. Больше ничего ему не положено, никакие его права уже в настоящее время не ущемлены. Дело зашло в тупик. Стороны признают, уже устали от бесконечных судов и претензий, но стоят на своем. К делу подключилась прокуратура области. От того, что отменили решение горысполкома о сносе самовольных строений, данные строения не перестали быть самовольными, их никто не узаканивал. Строение признается самовольным по закону. Эта ситуация решается таким способом, как и предлагалось прокуратуре области, Гродницкому городсполкому рассмотреть, как коллегиальному органу на заседании исполкома, рассмотреть данный вопрос и приходить и определить механизм и объем восстановления нарушенных прав. Это уже даст возможность индивидуальному предпринимателю Касьяновичу обжаловать в установленном законном порядке. И тогда снимаются все вопросы. Сейчас в прокуратуре ждут очередного решения от исполкома города. Точку в деле же поставит суд. Но насколько все затянется, никто прогнозировать не берется. Чеслов Касьянович не готов отступать. Из принципа. Городские власти также настроены решительно. Надежда Заминовская, Александр Бажуков. Наши новости. Гродно.